Здравствуйте! Мы в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер! Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Завершается прекрасный день. 25 июля, понедельник. Лето, прекрасная погода, море положительных эмоций и ярких впечатлений. Это как раз-таки тот период, когда нужно путешествовать, открывать для себя новые места и, конечно же, встречаться с интересными людьми. Ну и, конечно же, лето – это время отпусков. И путешествие, интересное знакомство в рамках эфирного пространства сегодняшнего прямого эфира, я вам обещаю. Более того, продолжается тема «Малая Родина». А посему сегодня поговорим о том, что интересного посмотреть и куда съездить в нашей прекрасной Гомельской области. Ну а откроется нашу программу великолепный артист, которого я всегда рад видеть в этой студии. Артист Гомельского государственного театра «Кукол» Артем Шилов, который появится здесь буквально через несколько мгновений. Артист Гомельского государственного театра «Кукол» Артист Гомельского государственного театра «Кукол» Артем Шилов, который появится здесь буквально через несколько минут. Любовь закатилась моя, погасла звезда и снова зажглась, и наша мечта опять родилась. Погасла звезда, звезда родилась, есть в этом и в том небесная связь. Нам шанс от рождения розда и много столетий подряд. Мы ищем дорогу по звездам, которые в небе горят. Погасла звезда и снова зажглась, и наша мечта опять родилась. Погасла звезда, звезда родилась, есть в этом и в том небесная связь. Погасла звезда, звезда родилась, есть в этом и в том небе горят. Сегодня у нас тема программы путешествия по Гомельскому краю. Скажи, а вот из всей нашей великолепной Гомельщины, вот твои самые любимые регионы это какие? Конечно, первонаперво это родной мой город, Гомель, город над Сожем. Мозырь, естественно, потому что я там служил и там я провел полтора года. Ух ты! Да. Поэтому я его знаю почти так же, как и свой родной Гомель. Вот, друзья, вы знаете, только в прямом эфире программы «Добрый вечер». Гомель, можно узнать подробности про тех людей, которых мы уже привыкли видеть на сцене, которые прекрасно поют в прямом эфире на Беларусь 4. Дальше продолжаем. Гомель, Мозырь. Гомель, Мозырь. И, и, и. И Добруш, наверное, потому что у меня там дача, я там очень люблю отдыхать. Так, это, конечно, совсем другая история, но кроме того, что обычно на дачах не отдыхают. Я отдыхаю. Слушай, это вот хороший пример для подражания. На даче нужно отдыхать. Но все-таки вернемся к актерской профессии. Как летний сезон проходит у артистов? Замечательно. Замечательно. Приходим. Вот у нас сейчас репетируется спектакль. Не Кукарека, но об этом расскажет. Для этого у нас еще целый час эфирного времени, чтобы обсудить все детали и подробности. В общем, репетиции, выезда, садики, санатории, лагеря. То есть получается, что путешествия у вас сопровождаются и на протяжении даже всего рабочего периода. Ну да. Весь рабочий период сопровождается путешествием. Отлично. Друзья, а где на Гомельщине побывали вы и какие планы у вас на летний сезон? Куда по территории Гомельской области вы собираетесь совершить путешествие или в вояж? Мы работаем в прямом эфире. Пересоединяйтесь к нашей теме. Присоединяйтесь к нашему разговору. Ну и, конечно же, наш вайбер готов уже принимать ваши послания. Вся информация контактная на ваших экранах. Буквально через небольшую рекламную паузу мы вернемся в эту студию и продолжим наш вечерний разговор. Не переключайтесь. Друзья, год «Малая Родина» продолжается. И сегодня мы снова продолжаем знакомить вас с интересными и уникальными местами нашего прекрасного Гомельского региона. Путешествия по Гомельской области – так мы и назвали тему нашего сегодняшнего вечера. Ну а в деталях поговорить о путешествиях и уникальных местах нашего региона. К нам на огонек сегодня заглянули. Директор Гомельского государственного театра «Кукол» Дмитрий Горелик. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший научный сотрудник Жлобинского историко-краеведческого музея Мария Ткачева. Рад вас видеть. Добрый вечер. Виталина Сайфудинова, старший научный сотрудник Мозорского объединенного краеведческого музея. Добрый вечер. Здравствуйте. Вероника Даниленко, специалист по туризму Гомельского дворцового парка в ансамбле. Здравствуйте. Добрый вечер. И прекрасные актрисы Гомельского государственного театра «Кукол» Александра Винокурова, Татьяна Палеевич. Девчонки, приветствую вас по машистинам руками. Дмитрий Абрамович, актеры в силу своей профессии, вот как мы уже с Артемом немножко затронули эту тему, путешествуют достаточно часто, ну чуть ли не каждый день, я так понимаю, выезды. За этот сезон где довелось побывать, как пролегали ваши маршрутные пути? Давайте скажем так, что вообще наши актеры побывали во всех 21 районе Гомельской области. Не последнее время, а вообще. Мы периодически выезжаем по области, работаем в детских оздоровительных центрах, мы выезжаем, работаем в детских садах, в школах, в районных центрах, иногда в сельской местности. Но в этом году мы, к сожалению, пока побывали только в России, мы были в Тамбове, и были, нет, это было в прошлом году, были в Минске на фестивале, вот два фестиваля у нас прошло, но у нас довольно грандиозные планы на предстоящую осень. У нас там четыре международных фестиваля, Россия, Казахстан, Индия и Словакия. Надеемся, что мы там достойно представим наш регион, наш город. И вот, кстати, если позволите, несколько слов, та песня, которую пел Артем, это песня из спектакля о нашей малой родине. Это песня из спектакля о Гомеле. Спектакль был поставлен по роману Ильи Оренбурга, который написал его о Гомеле. Вот я хотел сказать, что даже через спектакли можно совершать путешествия по своей малой родине. И вот этот вот спектакль, который не так давно появился в вашем репертуаре и пользуется огромным спросом и популярностью, является тому примером и доказательством. Это спектакль о Гомеле, он про незалюбовью к Гомелю. Я снова на реальных событиях. Многие, да, ну на реальных, не на реальных, но прототипы тех персонажей, которые есть в спектакле, они существовали в действительности. И вы знаете, что, если мы уже говорим, немножко затронули тему малой родины, надо сказать, что город Гомель является малой родиной профессионального театра кукол в Республике Беларусь. В 1938 году, 15 июля, в Гомеле открылся первый в Республике белорусский государственный театр кукол. После войны он переехал в Минск, а наш театр открылся в 1963 году уже. И вот Гомель является малой родиной Белорусского профессионального театра кукол. То есть, я так понимаю, у Белорусского профессионального театра кукол даже есть свой официальный день рождения и профессиональный праздник? 15 июля, да. То есть, совсем скоро, вот уже буквально через месяц, чуть меньше вы будете принимать поздравления? Мало того, не мы будем принимать. Это сегодня уже другой театр. Он находится в Минске. Это сегодня Белорусский государственный театр кукол. И 15 июля они будут отмечать свое 80-летие. Мы их с этим поздравим. Но на свою малую родину они тоже приедут. Мы договариваемся на обменные гастроли. Отлично. То есть, уже можно, скажем так, или следить за афишами, или бежать в кассу занимать билеты? Ну, в кассу, когда уже договоримся. Чем договор? Пока мы еще не знаем точный график, потому что расписан он и у нас довольно напряженный график, и у Белорусского государственного театра кукол. Но я надеюсь, что состоятся эти обменные гастроли. Если брать в целом нынешний сезон. Вот я так понимаю, что традиционно в августе все театральные трупы, скажем так, уходят в отпуск. И сейчас заканчивается июнь, потом июль. Как вы оцениваете, каким был этот театральный сезон? Хорошим, насыщенным. Но нам еще до ухода в отпуск предстоит осуществить две премьеры. Вот Артем немного уже сказал, но решили оставить эту интригу вот до этого момента в эфире. Значит, тот спектакль, о котором говорил Артем, он шел у нас. Он не шел у нас с 2012 года, поэтому мы делаем сейчас новую редакцию немножко и капитальное восстановление этого спектакля. Но у нас еще два спектакля предстоят. Одна наша молодая актриса пробует тебя в качестве режиссера. Будет спектакль и приезжает к нам из Петербурга. Как ее зовут? Ее зовут Яна Янчик. И приезжает к нам из Петербурга наша бывшая режиссер-постановщик, сейчас она просто работает в Петербурге, Наталья Сващева. И будет вставить очень интересный спектакль, на мой взгляд, «Маленький Николя». Это по Рене Гассини, по его новелям. Вот в конце июля ждем премьеру. Великолепно, обязательно приглашайте, а лучше приходите уже с послепремьерными эмоциями. Я думаю, будет что обсудить. Скажите, еще такой момент. Уже с Артемом в начале эфира мы выяснили, какие у него любимые места по Гомельской области. Но вот я все-таки ждал, когда он скажет... Артем, честно, я ждал, что ты скажешь, ну вот когда с гастролями приезжаем туда-то. Или заезжаем туда-то в тот регион. Нет дача, служба в армии и ни слова об актерской службе. Я же сказал Гомель. Я тут в театре. Театр мой дом родной, второй даже. Поэтому Гомель тоже. Дело в том, что сейчас у нас меньше возможности выезжать по районам. Меньше возможности. Дело в том, что те спектакли для взрослых, которые идут сегодня в театре, мы их не можем вывести, потому что для этого нет нормальных помещений, в которых мы могли бы свет театральный организовать, звук и все, что нам необходимо. Но детские спектакли мы вывозим. И мало того, у нас детские спектакли очень намного делятся возрастных категорий спектаклей. От трех до пяти лет, есть от пяти до семи лет. Мы стараемся вывозить все. Но, безусловно, больше, скажем, положительных эмоций и ребенок, и взрослый получат, бывав на спектакле на стационаре, где есть все составляющие для хорошего проведения этого спектакля. Это безусловно. Ну, вопрос немного я не об этом хотел задать. Вот вы, наверное, уже побывали во всех, вот вы сказали уже во всех регионах Гомельской области. Я побывал. Но вот по вашим ощущениям, есть ли какие-то места, где вы чувствуете себя так же комфортно, как и на родной сцене? И по зрителю, и по атмосфере, и по... Я очень люблю Полесье, и мы раньше почаще туда ездили, и в Ленческий район, и в Глушкович ежегодно мы выезжаем. Я в свое время тоже работал много в Мозыре, в Ельске, в Петрикове. Я хорошо знаю эти районы, и когда есть возможность поехать на рыбалку или просто отдохнуть там, я люблю туда выезжать, там свои кругом, народ нормальный. Принимает все адекватно. Ну, зритель, он практически везде одинаков. Понимаете? Если его затронуло что-то, то, что ты показываешь, то, что ты представляешь на сцене, великолепно будет устанавливаться контакт, вот эта сцена-зал. И тогда уже все идет великолепно. Отлично. Об этом я только продолжим чуть позже, друзья. Вам же хочу напомнить, что вопрос нашего эфира такой. А где на Гомельщине побывали или любите бывать? Вы звоните, присоединяйтесь к нашему вечернему разговору, делитесь вашими мыслями. Ну, а если по каким-то причинам звониться не можете или не хотите, то оставляйте ваше сообщение к нам на Вайбер, который также готов принимать ваше послание. Вся контактная информация находится на ваших экранах. Ну, а далее в программе продолжим знакомство с интересными местами нашей прекрасной Гомельщины и узнаем, где находится Долина Ангелов и чем прославилась Шайтан-гора. Через несколько мгновений об этом и даже чуть больше не переключайтесь. Друзья, невероятно красивая и уникальная наша Гомельщина. Что интересного есть на ее территории? Куда поехать и что посмотреть? Путешествие по Гомельскому краю. Так звучит тема сегодняшнего вечера. Присоединяйтесь к нашему разговору и вы. Ну, а я тем временем спешу вам представить мою гостю, старший научный сотрудник Мозорского объединенного краеведческого музея Виталина Сайфуддинова. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Виталина, так чем же уникальна Мозорская земля? Мозорская земля уникальна своим ландшафтом. В этом плане Мозоре повезло. Он расположен на холмах, которые разделяются оврагами. И улицы исторической части города проходят именно по дну оврага. И с этими местами связано много легенд. Этот ландшафт образовался в результате ледника. Ледник, как мы знаем, явление не статичное, а живое. Он движется. И когда он движется, он тянет за собой валуны, землю, песок и переносит в другое место. И несколько, много тысяч лет Беларусь была покрыта ледником. Потом произошло изменение климата, потепление, ледник начал таять. Но он сдержался на юго-востоке Белоруссии. И перед этой моренной грядой образовалось огромное ледниковое озеро. И приблизительно 40 тысяч лет назад произошел прорыв этого озера. И вода потекла в том направлении, в котором теперь течет Припять. То есть, я так понимаю, в Мозырь можно ехать только ради того, чтобы стать в центре города и осознать все величие того, всю величественность тех событий, которые происходили 40 тысяч лет назад. И вот здесь все такое маленькое, но такое гордое, тем, что доехал, стоишь. Это происходило все здесь. Да, естественно. Выглядит все это очень красиво и грандиозно. Перепады высот бывают до 60 метров, а в некоторых местах до 90 метров над уровнем Припяти. Вот сколько раз бывал в Мозыре, никогда бы не подумал, что там такие ландшафтные чудеса можно увидеть. Да, это так. А ведь у Мозыря, если я ошибусь, вы меня поправьте. Ведь у Мозыря тоже есть свой театр кукол. Да, можно так сказать. Наверное, хотелось бы так сказать. В музее есть театр кукол, ну, скажем так, кукольный спектакль. Однажды сотрудникам музея захотелось сделать что-то новенькое. И они решили по-своему интерпретировать легенду о происхождении названия города. Музейный художник придумал куклы, разработал их характеры. Сотрудник написал сценарий. Там есть старший брат, жадный и злой, младший брат, добрый и красивый, пастушка, ведьма и даже птичка. В общем, этот спектакль пользуется большой популярностью у маленьких зрителей. Скажите, а вам уже довелось посмотреть этот спектакль? К сожалению, нет. Но вы в курсе о том, что вот в Мозыре такие чудеса тоже в музейно-театральном мире происходят? Я не в курсе, но теперь буду в курсе. Спасибо. Я обязательно посмотрю как-нибудь. Что еще интересного у вас происходит? Мы работаем над различными проектами, придумываем различные мероприятия для детей и для взрослых. А спектакль в музейном театре пока что один или уже? Пока что один, но лиха беда начала. То есть сейчас уже новые идеи и сотрудники хотят развиваться. Ну, обязательный пункт для каждого туриста в любом городе и Мозыре не исключение – это посещение музея. Вот, придя в музей, что сегодня можно увидеть? Какие экспозиции посмотреть? И, насколько я знаю, музей только одним зданием не ограничен. Это целый комплекс и это, ну, скажем так, вся территория Мозырщина. Ну, да, происходит постепенная музеификация территории. Но начнем с того, что наш музей объединенный, в его состав входит шесть музеев. И, наверное, самые основные – это исторический центр «Мозырский замок» с Краеведческим музеем, который знакомит с историей города и региона, с природными особенностями края. Можно познакомиться с традиционной культурой Мозырского полесья в музее народной культуры Мозырщины «Полеськая веда». То есть познакомиться с мифологией Края, с ритуалами, обрядами, обычаями, с жизненным укладом полешуков. Есть еще выставочный зал, где мы демонстрируем современное творчество художников Мозырщины. Музей мастерская Пушкаря. Вы заговорили про мифы и легенды. Ну вот я уже чуть выше в программе сказал, что долина ангелов и шайтан-гора, ну, например, меня бы, эти названия, честное слово, увлекли бы и заставили поехать туда, где они находятся. Да, это очень интересно. Что же такое садолина ангелов? Рассказывайте. Что там? Там действительно обитают ангелы? Ну, можно так сказать, что в этом месте с разницей сто лет появились два цистерцианских монастыря. В 17 веке появился мужской цистерцианский монастырь, а спустя столетия — женский. Во-первых, монахи-цестерцианцы носили интересную одежду, одеяние у них белого цвета с черными дополнениями. Во-вторых, они вели очень аскетический образ жизни. Основной их целью была молитва, они вели закрытый образ жизни. Поэтому, наверное, в представлении людей им казалось, что в этом месте появились ангелы. И назвали это место долиной ангелы. Кстати, есть легенда, что эти монастыри связывались подземным ходом. Ну, в это, в принципе, можно поверить. А это кто-то проверял, то, что этот подземный ход? Вы знаете, наверное, 30% взрослых жителей нашего города вам скажут, что они видели этот подземный ход и даже ходили по нему. Но точка начала и точка финиша этого хода у каждого будет своя, у каждого разная. Вы знаете, я думаю, что приехать в Мозырь, в любой населенный пункт и пообщаться с местными жителями — это тоже своего рода колорит и тоже дорогого стоит. Потому что любой житель своего региона расскажет огромное количество сказок, легенд и интересных моментов. Да, это так. Ну, а Шайтан-гора? А, Шайтан-гора — это очень интересное место. Она расположена на пересечении трех улиц, практически в центре города, ну, в овраге. Дело в том, что эта гора имеет абсолютно правильную такую вот овальную форму, напоминает поставленное вертикальное яйцо. И с этим местом тоже связаны легенды. Одна из них, что якобы разозлился черт на Мозырь и решил его уничтожить. Схватил гору и понес, чтобы сбросить ее на город. Но внезапно закричал петух, черт испугался и выронил гору. И таким образом город был спасен. Вторая легенда говорит о том, что он обходил окрестности города и увидел, что одна хозяйка забыла собрать яйца, кладку яиц. И решил поживиться. Так увлекся, что не заметил, что наступило утро, закричал петух, и он стал убегать и выронил яйцо. Но оно не разбилось, а вертикально упало, и на этом месте образовалась Шайтан-гора. Ну, в любом случае, во всех двух легендах задействовано черт, яйцо. И петух. И петух. Дело в том, что... По-моему, уже все. Три персонажа есть для того, чтобы на основе этой легенды поставить спектакль. Как считаете? Достаточно вообще без персонажей. Главное, идея, и можно ставить спектакль. Персонажи могут быть за кадром, как бы. Правильно? Разные бывают ситуации. Ходит один рассказчик и рассказывает. А уже те ассоциации от его рассказа ты можешь инсценировать, как хочешь, интерпретировать. А такое количество персонажей, безусловно, уже иллюстрирует даже эту легенду, эту, я не знаю, сказку, скажем так. Ну, это может быть интересно. Есть еще одна интересная экспозиция, которая располагается, которая представлена в вашем музее. То, что связано с глиняным творчеством, с глиняными фигурками. Расскажите более детально. Это музей-мастерская художника-керамиста Николая Никитича Пушкаря. Дело в том, что этот художник прожил очень сложную, можно сказать, уникальную, с одной стороны, но с другой стороны, типичную для того времени жизнь. Он прошел и колонию Макаренко, и концлагерь, и сталинские лагеря. Но при этом он сохранил какой-то свет в своей душе и в достаточно зрелом возрасте начал заниматься творчеством после 40 лет и стал создавать керамические скульптуры. И вот этот музей демонстрирует его работы. Причем там есть муфельная печь, и там проводятся мастер-классы и занятия для детей и взрослых, для всех желающих. То есть можно прийти и попробовать себя в качестве керамиста. Можно создать свое какое-то глиняное изделие. То есть даже с нуля ни разу не пробовал работать с глиной, ни разу не почувствовал пальцами? Да, естественно. У нас хорошие мастера, которые помогают, обучают. Причем это изделие потом обжигается, и можно его забрать. Много ли желающих проверить себя, скажем так, в этом деле? Вы знаете, теперь очень много. Теперь очень много, и уже стоит вопрос, что надо пополнять запасы глины. Глина, которая используется для производства и для обучения, и для производства каких-то новых фигурок для будущих экспозиций. Она ваша местная или... Нет, ее покупают. Дело в том, что глина должна быть хорошего качества, поэтому она привозная. Отлично. Вот скажите, если бы вас попросили составить рейтинг из, ну, предположим, пяти пунктов, обязательных для посещения в Мозере и в Мозерском районе для туристов, что бы вы порекомендовали? Куда бы отправили, пригласили, посоветовали? Ну, я так понимаю, что Шайтангара, Долина Ангелов. Вот, честно, я бы туда отправился первым делом. Давайте так. Я бы предложила в первую очередь посетить музей, то есть познакомиться с историей. Потом я бы предложила посетить Долину Ангелов, потому что там находится костел Святого Михаила, в том месте, где был женский цицерцианский монастырь. И там же недалеко то, что осталось от мужского цицерцианского монастыря. То есть женский сохранился, а мужского нет? Нет. Там монастырь не сохранился, сохранился костел. Вот. И там же находится заказник в Мозерской овраге. Вот это место я рекомендую обязательно посетить. Чем оно уникально? Оно уникально своим ландшафтом. То есть вот там вот то, что натворил ледник, можно увидеть. Причем и то, что натворил ледник, и то, что создано руками человека. Дело в том, что не всегда овраги и горы были покрыты лесом. В где-то 60-е, 70-е годы возникла угроза потери этого места, происходила интенсивная эрозия почвы, и было произведено террасирование оврагов и высадка леса. И сейчас там очень красивые места, благоустроенный туристический маршрут, который протяженностью 6 километров можно пройти, полюбоваться красотами, послушать пение птиц и получить действительно удовольствие. То есть, ну хорошо, а город как туристический объект, я думаю, там тоже найдется немало мест, которые вы порекомендуете туристам. Естественно. Вот исторический центр города — это уникальный памятник градостроительства, потому что он имеет уникальную систему улиц. Она называется веерная или ветвистая. Улицы, вы в Мозыре, вот в центре, вы не найдете четкой планировки, каких-то там кварталов, потому что это в принципе невозможно. Улицы проходили по дну оврагов. То есть там будут какие-то заулочки, переулочки, улицы, которые изгибаются и поднимаются куда-то в горы. То есть там действительно очень красиво. Спасибо вам большое за этот невероятный экскурс. Честно обещаю, что в одни из выходных с друзьями соберемся, посетим ваш прекрасный город. И я на него, наверное, уже посмотрю совершенно другими глазами. Друзья, я вам также рекомендую посетить город Мозырь. Ну а мы движемся по нашему эфиру дальше и путешествуем в телевизионном формате по Гомельскому краю. Далее узнаем, что же интересного происходит в Жлобинском районе. Ну а кто-то из вас станет еще и счастливым обладателем замечательного пригласительного билета в музей, который находится также в городе Жлобине. Обо всем этом далее в нашей программе. Не переключайтесь. Итак, друзья, продолжается эфир на телеканале «Беларусь-4». Продолжается наше телевизионное путешествие по Гомельскому краю. Куда отправиться, что посмотреть и каких интересных людей, интересные события, интересные места можно встретить. Я хочу узнать на территории Гомельской области. Ну а тем временем у меня для вас вопрос. Приз у меня в руках. Дух времени и роскоши. Вот такой вот замечательный пригласительный билет на две персоны и достанется он кому-то из вас. Итак, внимание, друзья мои, вопрос. Этот величественный храм был возведен в 1807 году. По некоторым историческим фактам, строительство храма не обошлось без участия графа Астермана, которому местечко было пожаловано российской императрице Екатериной II. О какой же церкви идет речь? Напомню, что я принимаю ваши телефонные звонки с вашими вариантами. Ответов на этот достаточно сложно, но в то же время интересный вопрос. Ну и победитель у нас получит приз. Так что звоните, присоединяйтесь. Возможно, именно вам достанется этот замечательный пригласительный билет. А я с удовольствием спешу представить старшего научного сотрудника Жлобинского историко-краеведческого музея. Сегодня у нас в гостях Мария Дмитриевна Ткачева. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер. Мария Дмитриевна, ну вот на ваш взгляд, Жлобинщина она какая? Я думаю, что, как и вся Республика Беларусь, безумно красивая. С этим никто спорить не станет. Яркая, солнечная, очень доброжелательная, гостеприимная. Ну и, безусловно, это моя малая родина. Хорошо. Вы рассказали, как жительница Жлобинского района, Жлобинщины, как представитель вашей малой родины. Если посмотреть с точки зрения музейного работника, что скажете о Жлобинщине? В чем ее уникальность? Жлобинщина – самобытный край. И уже вот на сегодняшний момент в Жлобинском районе выделено 138 памятников природы, истории, археологии, архитектуры. 48 памятников внесены в список наследия Республики Беларусь. Это такие удивительные объекты, как, например, все назвать мне очень сложно, но Всехсвятская церковь в деревне Перевичи. Она была построена в 1902 году, имеет прекраснейшую акустику и самый большой алтарь в Гомельской епархии. Святопокровская церковь в Стрешине, она поражает до сих пор наших современников загадкой обогрева, потому что внутри церкви, внутри храма нет ни печей, ни батарей. Но даже самые лютые морозы в этой церкви можно находиться в тоненькой рубашке. Хорошо. Ну а, например, те же самые люди, которые занимаются строительством сегодня, современные архитекторы, инженеры, они что говорят об этой уникальности? Разгадали ли они? Конечно, разгадка существует, это понятно. Но дело в том, что я не хочу раскрывать этот секрет, оставляя его для тех, кто с удовольствием должен приехать к нам и самим воочию увидеть, во-первых, этот храм, а во-вторых, может быть, подумать, выдвинуть какую-то свою версию разгадки. Отлично. Давайте послушаем. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я живу в городе Жлобинец. Очень приятно. Ух ты. Жлобину огромный привет. Спасибо. Наталья, скажите, а какие регионы Гомельской области, наши прекрасные Гомельщины, для вас наиболее симпатичные и любимые? Ну, кроме Жлобина, конечно. Где любите бывать, любите путешествовать? Я люблю в Жлобинский район больше, потому что я в нем родилась и живу. Октябрьский район я буквально недавно посетила. Ветки была буквально в субботу. Тоже очень понравилось мне. Ну, в субботу там большущий праздник происходил в прекрасной ветке. Хорошо. Октябрьский чем впечатлил? Рассказывайте. Значит, вчера были на фестивале в Октябрьском районе, который был в Пирогине. Меня впечатлил очень гостеприимностью. Приняли замечательно. Мы с подворьями там были на празднике, на 10-м фестивале в Пирогине, который прошел. Очень теплый, добродушный прием был. То есть вы еще и путешественница у нас? Да, да. Ну, и если я правильно понимаю, то вы позвонили нам не просто так. Да. Претендуете забрать у меня его, да? Все православные заданы в прямом эфире. Хорошо. Давайте я вам повторю вопрос. Ага. И потом мы будем ждать ваш вариант ответа. Хорошо. Итак, вопрос. Этот величественный храм был возведен в 1807 году. По некоторым историческим фактам строительство храма не обошлось без участия графа Остермана, которому местечко было пожаловано российской императрицей Екатерины II. Внимание, вопрос. О какой же церкви идет речь? А, Наталья? Значит, в Жлобинском районе на живописном берегу Днепра стоит городской поселок Стрешин, в котором расположена Свято-Покровская церковь. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Она построена в стиле классицизма в 1807 году. В церкви в свое время служил протеерей русской православной церкви Иван Кармянский, причисленный к лику святых. В данный момент частицы неплеющих мощей Ивана Кармянского находятся в Свято-Покровском церкви. Можно к ним подойти, преклониться. Я думаю, что у вас ответ на вопрос Свято-Покровская церковь, городской поселок Стрешин. Послушайте, но мне просто хочется сказать, садитесь, пять. Мария Дмитриевна, насколько точен был ответ от нашей телезрительницы Натальи? Вы, как сотрудник музея, как оцениваете? Абсолютно все верно. И более того, очень приятно, что жлобинчане знают даже такие мелкие подробности, как год постройки усадебного церкви или, например, про святого праведного Ивана Кармянского. И еще стиль архитектуры верно назвала Наталья. Наталья, этот пригласительный билет в замечательный жлобинский музей на две персоны достается вам. Так что оставьте ваши координаты нашему редактору на телефоне, и вам расскажут, где и как вы заберете этот замечательный пригласительный билет. Ну, а всем остальным напоминаю, что вопрос нашего эфира, по каким уголкам нашей прекрасной гомельщины любите путешествовать вы, наш эфир продолжается. Ну, а мы продолжаем наш разговор. Вот уже благодаря даже нашим телезрителям начинаем узнавать некоторые тонкости и нюансы, что же стоит посетить и посмотреть в жлобине. Вот вы бы туристам что, в первую очередь, посоветовали бы, куда заехать, что посмотреть? Мест красивых на территории нашего района огромное количество. Вот я уже назвала Перевича, назвала Стрешин, конечно, сам город Жлобин. Обязательно деревню Казимирово, где находится Свято-Успенский монастырь, построенный еще в 1713 году реческим подкормьем Казимиром Юдицким. Святыней этого монастыря является икона Казимировской Матери Божьей. Кстати, в 18-19 веке она считалась чудотворной, и к этой иконе ехали женщины, которые боялись родов. И при искренней молитве у иконы роды проходили без осложнений. Совершенно понятно, что если мы говорим о Жлобинщине, то это, конечно, территория православия. Но наша республика – это страна многоконфессиональная. Истинно глубоко верующими католиками в Жлобинском районе были Мария и Викентий Козел-Поклевские. Виноторговцы, золотопромышленники, миллионеры. Их фамилия звучала наряду с Демидовыми на Урале. Дом, который они построили в 1893 году, в настоящее время является музейным комплексом и принимает всех гостей с огромным удовольствием. Рядышком с этим музейным комплексом находится парк – памятник природы Республики Беларусь. А в километре от усадьбы Красного берега располагается единственный своего рода, подобного рода, мемориал детям, жертвам войны. Очень трогательный памятник-мемориал. Он посвящен всем детям, независимо от национальности, вероисповедания, на долю которых выпали ужасы, страдания и смерть. Я единожды там побывал, и скажу честно, что очень сильные эмоции испытываешь, когда попадаешь, читаешь эти надписи, читаешь какие-то отрывки того, что там написано. Ну, в общем, я думаю, что каждому рекомендовано побывать хотя бы единожды, чтобы не забывать о том, что когда-то, к сожалению, случилось. Более того, Красный берег внесем в состав туристического маршрута «Золотое кольцо» Гомельщина. Скажите, а сами, ну, скажем так, в выходные, на досуге или в отпуске часто объезжаете территорию Гомельской области, чтобы посмотреть, что же есть за пределами Жлобинского района? Что интересного? Обожаю путешествовать. Более того, я экскурсовод Национального агентства по туризму, поэтому зачастую езжу с группами, иногда езжу со своей семьей и друзьями. Еще раз повторю, что с удовольствием познаю что-то новое. И оказывается, в любой поездке всегда вот что-то открываешь для себя ранее неизвестное. И очень приятно, когда вот эти неизвестные факты просто тебя поражают. Вот. Нудивляют, конечно. Вот мы уже узнали, что, например, для меня было откровением и новостью узнать то, что в Мозыре оказывается процентов три с населением. Мне расскажут, что там проходил подземный ход между монастырями. Очень интересно было услышать легенду про черта, который яйца воровал. В Жлобине какие-то подобные легенды есть относительно тех событий, которые могли бы там происходить? Легенда белорусского народа – это наша история. И, в общем-то, любая территория неразрывна с белорусским фольклором. Конечно, на нашей родной Жлобинской земле таких легенд, преданий и сказаний тоже великое множество. Одна из них связана, например, с историей возникновения нашего населенного пункта. Говорит о том, что богатырь, которого звали Петрог, в тяжелейшей битве, тяжелейшей сече победил 12-голового дракона. Возле его могилы на высоком правом берегу Днепра был построен замок. Замок назвали Злобин. Дело в том, что Злоба в древнебелорусском языке – это возвышенность. И поселение действительно находится на возвышенности. Существует очень интересная легенда, связанная с тем, что на территории Жлобинского района республиканский заказник Смычок, именно там находится клад золота, которое спрятали наполеозновские войска. По одной версии закопали, по другой утопили, до сих пор не нашли. То есть, опять же, возможность поискать эти драгоценности. Очень интересная версия, очень интересная легенда, связанная с Красным берегом. Существует мнение о том, что когда владельцы Красного берега Мария Викентий Поклевская-Козел навсегда покинули, ну, не зная тогда, что навсегда покинули Красный берег, управляющий имение Вацлав Манчуйский, чтобы что-то сохранить из скапища, привез огромный валун с двумя треугольными глазками. В эти глазки запрятал изумрудики, бриллиантик, золотые монеты. Все замаровал и сбросил в реку Добазна, на берегах которой находится Красный берег. Время вода, течение сделали, конечно, свое дело. То есть, когда камень достали из воды, бриллиантиков, изумрудиков не нашли. Но местные жители сразу поняли, что камень необычайный. К этому камню в настоящее время, потому что он обладает магической силой, едут тысячи и сотни людей с разных уголков нашей страны и загадывают у камня желания. Очень много примеров, когда желания сбывались. Очень много примеров, когда люди приезжают повторно, благодаря от камень за исполненное желание, и загадывают новые свои желания. Послушайте, если я правильно понимаю, то вся эта мистификация, все эти чудеса происходят сегодня, сейчас, в 21 веке у вас в Жлобине. И этот камень есть и сегодня. Абсолютно точно. Камень находится на территории Краснобережского парка. Более того, я даже скажу, что эксперты программы «Мистическая Беларусь», знаменитый этнограф, фольклорист Иван Иванович Круг подтвердил необычайную силу камня. Вот это чудеса. Если честно, я сам не ожидал услышать такую историю. Теперь у меня два пункта, обязательные к посещению, где нужно побывать на территории нашей прекрасной Гомельской области. Друзья, нужно еще сделать одну небольшую рекламную паузу, для того, чтобы выдохнуть и, скажем так, переварить, как говорится, все услышанное. Но это еще не все. Впереди у нас продолжится экскурсия по нашей прекрасной Гомельской области. Ну и, конечно же, мы продолжим знакомиться с творчеством наших прекрасных актеров из Гомельского государственного театра «Кукол». Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Огромное море, а мы посредине, Два крошки пингвина на крохотной льдине «Несет нас, уносит во тьму». Нет дела до нас никому. Где же ты, Антарктида родная? Тороса в синих, грида ледяная. Черные волны сердца леденят. Бедная мама, бедная мама, Она не дождется своих пингвинят. Погибнем в пучине морской не иначе, И катятся слезы у нас пингвинячьи. А небо, как печка с утра, Извучит, убьет нас жара. Где же ты, Антарктида родная? Тороса в синих, грида ледяная. Черные волны сердца леденят. Бедная мама, бедная мама, Она не дождется своих пингвинят. За прекрасный номер нашим прекрасным артисткам. Сегодня у нас в гостях те люди, те актеры, которых мы видим только в образах кукол. Давайте их закупаем еще в бурдных аплодисментах. Александра Винокурова, Татьяна Полевич сегодня у нас в гостях. Вот, здравствуйте. Здравствуйте. И вот, если честно, был на спектакле с участием этих вот прекрасных малышей, но вижу их вот так вот близко впервые, и вы знаете, тоже сбылась моя маленькая мечта. Спектакль и про малую родину, и про путешествия. Расскажите немного, куда же путешествуют эти малыши? Значит, меня зовут Пинг, я старший брат. Это мой младший брат. Это Понг. Да, это Понг. Нас унесло в море, и мы путешествовали по различным местам. Были в Австралии. Саш, где мы еще были? В Африке, да? В Африке мы были. Вот. Ну, соответственно, на Северном полюсе, на своей родине. Ну, не убегайте далеко от мамы. Путешествовать это хорошо, но таким малышам, как вы, под присмотром взрослых. Спасибо вам за этот спектакль. Присаживайтесь, пожалуйста. И спасибо за этот музыкальный номер. Девчонки, присаживайтесь. Ну, а мы продолжим наш разговор. Дмитрий Абрамович, а ведь в театре не только успешный, как я уже понял, прошел этот сезон. Если честно, ожидал здесь сегодня увидеть еще одну вашу актрису, у которой юбилейная дата, кстати, тоже красивая, 70 лет, 53, если не ошибаюсь, года служения театру. Тамара Васильевна, горячего. Ну, к сожалению, Тамара Васильевна не смогла сегодня быть в студии. Мы ее поздравим обязательно у себя, в коллективе. Это будет не бенефис, но обязательно будет поздравление и желаемое, конечно, долголетие, крепчайшего здоровья, ну и много-много еще творческих успехов и сил, потому что 53 года в одном коллективе, то есть практически закончив школу и придя в театр, учеником актера, она ведущий мастер сцены сегодня, она воспитала не одно поколение артистов и практические навыки она прививает очень многим нашим. Я думаю, что почти все ребята, наши актеры, находящиеся здесь в студии, скажут, что Тамара Васильевна в свое время научила работать особенно с куклой почти всех наших актеров. Ну, безумно приятно, что такие легендарные личности живут, работают вместе с нами в одну эпоху в нашем городе, и мы можем ходить на их спектакли и купать их в аплодисментах. Так что, Тамара Васильевна, если видите нас, огромный вам привет и, конечно же, спасибо за то, что вы есть у нас. Ну, а мы продолжаем нашу программу, продолжаем наше путешествие по Гомельщине, ну и, конечно же, в рамках одного часа невозможно объять необъятное, но мы все-таки постараемся. Сегодня у меня в гостях Вероника Данииленко, специалист по туризму Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Здравствуйте, Вероника. Добрый вечер. Великий тур «Золотое кольцо Гомельщины». Ну, слышали многие, но вот если, например, спросить, что это такое, пункты назовут далеко не все. Что сегодня включает в себя эта экскурсия? Рассказывайте все в деталях и подробностях. На самом деле, сегодня «Золотое кольцо Гомельщины» — это такой целостный, скажем, маршрут туристический, который включает в себя 9 пунктов. Да, это города и населенные пункты. Мы, как правило, начинаем из города Гомеля, далее мы отправляемся в Ветку, Чечерск, Красный берег, да. Далее дорога идет в Туров, Мозырь, населенный пункт Юровичи, что в Калинковичском районе. Затем Речица обязательно, Лоев, ну и кольцо, да, завершает пребывание в город Гомель. Все счастливые и довольные с получившими такими впечатлениями положительными, как правило, приезжают уже сюда, в Гомель. Ну, скажите, а как подбираются туры и направления? Это исходя из каких-то пожеланий или все-таки специалисты лучше знают, что нужно туристу? Ну, здесь тоже есть свои нюансы. На самом деле, когда к нам человек обращается с просьбой подобрать тот или иной маршрут, у него чаще всего, да, есть один и тот же вопрос, который мы уже привыкли слышать. Вот человек говорит, что или же группа организованная, да, вот, например, мы приехали в город, у нас есть один или два дня, и согласно нашему графику, мы хотим подобрать самое интересное. Посоветуйте, пожалуйста, что посмотреть. Тогда, исходя из этого, мы уже формируем тур, да, и включаем туда определенные объекты, да, потому как, ну, например, маршрут Золотое кольцо невозможно, объехать за один день, это просто нереально, да, поэтому, как правило, это двух-трехдневные туры, да, чтобы целенаправленно посмотреть, послушать, внимательно дать оценку, да, тому или иному памятнику архитектуры, памятным местам. Ну, сегодня много говорили, да, и о Красном береге тоже, кстати, да, который объект и входит в Золотое кольцо, Мозырь, да, но есть и такие города, как, да, Чечерск, например, там же находится городская ратуша, да, в Беларуси, в принципе, всего таких семь объектов, да, и одна из таких ратуш находится как раз-таки в Чечерске, да. Вот тут тоже нужно упомянуть и Юровича, где находится тоже древняя стоянка человека. И древний монастырь там же находится. Да, конечно, езуитский коллегиум, монастырь, и есть даже, да, существует такая интересная версия, может быть, даже легенда, там есть холм высотный такой, да, холм, забраться на который может каждый, и, согласно легенде, может увидеть Мозырь, а Мозырь на минутку находится в 20 километрах от Юровича, и то есть если как повезет, в зависимости от погодных условий и явлений, да. Про этот холм не знал, но думал, что продолжение будет следующим, что взобраться может каждый, а вот спуститься с этого холма суждено не всем. Ну да, тут тоже. Тоже можно придумать такую легенду. Сегодняшние туристы, которые приезжают из других городов стран на территорию Гомеля, Гомельской области, что хотят в первую очередь посмотреть? Это какие-то исторические достопримечательности или все-таки услышать какие-то легенды, какие-то мифы, про которые мы, кстати, тоже сегодня разговаривали, и на самом деле они, мне кажется, очень-очень правдоподобными? Ну, к большому счастью, конечно, наш город посещает, особенно в последние годы, такая тенденция, хорошее наблюдается, посещает туристы из различных стран, и каждый иностранный гость, у него есть свои определенные запросы. Например, кому-то интересна история города, как город образовался, легенды, или же кто-то хочет услышать о тех людях, кто создавал эту историю. Это, например, известные уроженцы, да, те люди, которые родились в городе и в наших окрестностях, потому как иностранные делегации, которые чаще всего приезжают в Гомель, они приятно удивлены, когда слышат имя Андрея Андреевича Громыка, да, министра иностранных дел, он же мистер Нет, да, здесь и упоминать можно имя Павла Осиповича Сухого, да, авиаконструктора, ну, то есть здесь вариантов может быть много. Кто-то хочет, либо спрашивает, например, что является вашим местным брендом, что можно назвать его таковым, да, и тут, помимо самой такой, конечно, главной достопримечательности в виде Дворцово-паркового ансамбля, мы говорим и называем это сладости для радости, это кондитерская фабрика «Спартак». Безусловно, да, и они приятно удивлены, остаются все довольны и привозят вкусности для своих родных и близких друзей. Ну да, то, что касается сладостей и сувениров, тут уже, ну, нашему городу, наверное, очень-очень повезло. Вероника, еще такой вопрос, а вот путешествие по Золотому кольцу, это все, конечно же, хорошо, но в туризме существует и активно развивается еще такое направление, как путешествие по улицам города, а согласитесь, наши улицы также наполнены какими-то событиями, историческими и мифическими. Какая-то работа в этом направлении ведется? Конечно. Ведь зачастую, согласитесь, вот мы ездим на работу с работы, просто гуляем... Я только что хотела сделать на это акцент, потому как чаще всего, как ни странно, к нам обращаются с такой просьбой организовать экскурсию по городу Гомелю гомельчане. К ним приезжают, в частности, летом их родственники из других стран, их друзья, и они хотят представить город в новом свете, им хочется удивить их, это безусловно. И когда, проехав по, скажем, историческому треугольнику, есть такой маршрут, который включает в себя самые главные проспекты в центре города, или же мы в последнее время можем предложить и предлагаем заезд в один из микрорайонов города, тот же Мельников-Луг. Для нас это кажется обыденностью, потому как мы тоже уезжаем и приезжаем на работу, и не обращаем... Мы там живем. Да, мы там живем, да. Но когда приезжают с экскурсии те же гомельчане, они оставляют отзывы и уже с нами общаются, говорят, что, вы знаете, вот мы живем 15-20 лет в Гомеле, и никогда на эти детали не обращали внимания. То есть, в свою очередь, тоже такое интересное бывает и в мелочах. Вот, поэтому в этом плане нам повезло, что есть такие маршруты, есть такие экскурсии. И благо, что у нас экскурсоводы тоже проводят, да, определенную работу, которую освещают, да, что можно посмотреть и что нужно посетить именно в городе Гомеле. Я думаю, что сейчас вопрос по ту сторону экрана у зрителей. Если, например, отправиться в теплые дальние края, идешь в ближайшее турагентство, и все, вопрос решен. Отправиться, например, по Золотому кольцу гомельщины. Куда обращаться и как часто формируются группы? Ну, чаще всего, конечно, мы занимаемся организацией экскурсий по городу Гомелю. По Золотому кольцу немножко реже, да. Тут бывают разные варианты, потому как 2-3 дня у некоторых гостей, тех же туристов, для них это будет много. Они хотят, например, проездом, транзитом посмотреть за один день что-то. Поэтому, ну, к сожалению, вот такая тенденция наблюдается, что реже мы проводим именно по Золотому кольцу, но будем надеяться, что будет интерес тоже в этом направлении. Ну, несмотря на то, что первый летний месяц медленно, но уверенно подходит к своему завершению, впереди еще целых два месяца. Лето — это значит, что у нас огромное количество путешествий, впечатлений, ну и, конечно же, знакомств с интересными местами и людьми. Друзья мои, я хочу поблагодарить всех вместе и каждого в отдельности за то, что рассказали, ну, просто невероятные фантастические истории, которые для меня также были откровением. Я определил для себя, что в Мозере, в Жлобин я в обязательном порядке этим летом съезжу и посмотрю все своими руками к камню, обязательно прикоснусь. Кстати, прикосновение к камню, оно как-то... Деньги какие-то, может, за это платить надо? Нет, все абсолютно бесплатно. Только к камню надо прикасаться двумя руками. Инструктаж за рамками эфира проведете мне персонально и отдельно. Обещайте. Обещаю. Спасибо вам за этот прекрасный вечер. Я думаю, что у наших зрителей появились мысли, куда же отправиться, в какое путешествие отправиться на территорию Гомельской области. Ну, а мне остается напомнить, что завтра будет новый вечер, и он, безусловно, будет добрым. А также ищите нас в соцсетях, в группе ВКонтакте, в Инстаграм, подписывайтесь на наши новости. Ну, и, конечно же, давайте общаться, рассказывайте, о чем бы вы еще хотели поговорить. Одним из добрых вечеров на телеканале Беларусь4. А на сегодня все. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!